По-моему, если не самые сложные, то самой сложной задачей при редактировании растровых изображений, в особенности их содержания, является точный выбор объектов или растровых сущностей. И то, чтобы этот выбор был простым, легким. К счастью, AutoCAD Raster Design намного упрощает решение этой задачи, за счет того, что у него есть специальный инструментарий. Ну, допустим, на этом растре я хочу выбрать какую-то область. Я начну с самого простого примера. Я хочу выбрать прямоугольную область. Затем ее скопировать. Создать на ее основе, может быть, даже новое растровое изображение. То есть я выбираю этот инструмент, обвожу эту область. И вот ее содержимое покраснело. Это значит, что кто-то новый объект. Этот объект я дважды скопирую. Теперь я удалю исходный объект. Теперь мы видим, что там больше ничего нет. Второй из этих трех объектов я обратно верну в растр. А из третьего я создам новое растровое изображение. И отведу его в сторону от исходного изображения. То есть это был очень такой простой пример. Дело в том, что области для создания таких объектов могут быть не только прямоугольные, они могут быть полигональные, могут быть круглые. Их можно создавать на основе существующих векторных объектов. Могут быть более сложные задачи, когда нужно выбрать какие-то отдельные объекты или растровые сущности. Полилинии, круги, текстовые фрагменты. Вот, например, я хочу выбрать только текст Section 1.20. Так, чтобы не зацепить при выборе ту же выноску. Для этого я уже воспользуюсь одним из инструментов интеллектуального выбора растровых сущностей. И вот я обвожу рамкой этот текст, причем больше ничего туда не попадает, ничего больше не выделено. Я его скопирую и сдвину в сторону. Далее, теперь, допустим, нам надо скопировать кружок и выноску. Но так, чтобы буква С и черточка не копировались. Для этого я возьму другой инструмент интеллектуального выбора растровых сущностей. Он позволяет выбрать одну из сущностей и заодно выбрать другие сущности, которые с ней связаны. Вот как это происходит. То есть, естественно, очень интересные инструменты. У нас может быть ситуация, например, если есть чертеж фасада, где много одинаковых фрагментов или фрагментов, которые должны быть одинаковые. Одни из них лучше получились при черчении и сканировании, другие хуже. При этом можно один из таких фрагментов таким образом скопировать и заменить им остальные фрагменты. Но могут быть еще более сложные случаи. Что на одних фрагментах лучше какие-то элементы, на других другие элементы. Мы можем все самые лучшие элементы скомбинировать в один новый фрагмент и ним заменить все остальные аналоги. Для того, чтобы можно было выбирать и комбинировать отдельные элементы, есть другие инструменты интеллектуального выбора растовой сущности. В данном случае я создам примитив для примера из одного из кружков. То есть я выбираю нужный инструмент и просто щелкаю на этой сущности, и тут же у меня этот кружок появился. И так же, как в предыдущих примерах, я могу очень просто скопировать этот новый объект и вернуть его обратно в растр. Я еще хотел бы остановиться на таком интересном инструменте, как возможность менять толщину линий на растровом изображении. Вот, допустим, толщину этой линии, я ее хочу сделать тоньше. Я выбираю соответствующий инструмент. Таким образом можно поменять толщину всех линий на растровом изображении или какой-то отдельной линии, какой-то области. Вот я обвожу область этой линии. Я убеждаю, что выбрана команда «Сделать тоньше». Подтверждаю, вот действительно явно, что эта линия стала тоньше. То есть вот такой набор в общих чертах инструментов для манипулирования с растрами и сущностями. Другие разделы функционала AutoCAD Raster Design включают векторизацию, распознавание текста, настройка отображения и геопривязка.